Итак, что из себя представляет отель стоимость 13,5 тысяч рублей за номер за сутки? 13,5 тысяч рублей за сутки, за сутки в Владивостоке. Начнем с локации, где он находится. Локации вообще претензий нету, я сейчас вам покажу. Локация это просто праздник. Моза Алты и Ворота. Кораблики. Ну, кораблики я еще покажу попозже, как это выглядит здесь. Это мы с вами находимся на обзорной площадке небольшой, которая примыкает к дому, где находится, собственно говоря, апарт-отель на 17 этаже. Локация вообще шикарная просто, просто шикарная. И тут, кстати говоря, рядом центр находится, тут набережная, речной, получается, порт. Короче, все места злачные Владивостока, они, собственно говоря, в шаговой доступности. Давайте посмотрим сейчас от стороны. Вид на твердую десяточку. Даже на 10 с плюсом. Ну, давайте перейдем к отелю. Самый отель расположен просто в обычном жилом здании. Это жилой комплекс какой-то, как он называется? Атландец, по-моему, называется жилой комплекс. На 17 этаже это просто обычные несколько квартир, которые были выкуплены, видимо, переделаны из жилого фонда, выведены коммерческие, я думаю. Может и нет. Вот, и их задают, и, соответственно, их владельцы переделали их в такой апарт-отель. Пойдемте поближе, посмотрим, как это живое смотрится и за что просят такие бабки. Один квест пройден. Разбуваемся. Ну, в общем, как-то так. Квартира метров, наверное, 30, да, примерно здесь? Да, по-больше, может, 40, я думаю. Ну, может, 35? Нет, 35 где-то метров здесь. Обычная квартира, которая переделана была в такой апарт-отель. Деревянные панели. Ну, все, короче, икеевское в основной массе. Диваны все икеевские, столы икеевские, все икеевское. Вытяжки даже, по-моему, икеевские. Кондиционеры, естественно, есть. Так симпатично сделала, но ничего такого экстраденнарного. Все шведское, уже шведское раритет, которое уже не у нас. Ну, вид, конечно, тут тоже, опять же, шикарнейший. Не знаю, сейчас давайте камеры на HD. Двери, наверное, покажут издалека. Панорамные окна. Такая небольшая лоджия. Без дверей. А вид вы сами видите. Вчера ночью показывал, потому что снимал видео. Вон, видите. Тут еще тучки красиво нарисовали сегодня. Сегодня, когда пойдем гулять в ту сторону. Что-то еще интересного есть. Ну, все, в этой стилистике сделано. Ну, такая неплохая-неплохая отделка. Стены покрашены. Не обои. В общем, сделано все достойно. Кровать нормальная. Это тоже Икея. Что-то еще есть интересного. А есть у них мини-бар. Мини-бар, да. С расценками. Тоже есть кофемашинка. Есть два подарочных. Это подарочные капсулы. Вся абсолютно есть. Как называется? Приборы столовые. Приборы столовые есть. Есть всякие сковородки и кастрюльки. А? Тут тоже есть? Тарелочки все. Микроволновка, стаканчики. В общем, все для жизни есть. Ванная света была. А, ванная. Ну, ладно, мы уже тут пользовались. Поэтому тоже бардак небольшой. Все тоже Икея. Симпатично сделано, но ничего такого прям. Как-то ординарного. Сопильнички Икеевские тоже. С Икея и Кляч. Дровые. Все по-взрослому. Здесь нормальная такая кабинка. Душевая, удобная. Стиральная машинка есть. А что еще было такое? А, утюг есть, да? А, да, в шкафу. Утюг есть. И что-то еще такого. Халатов нету. Банная принадлежность есть. Есть утюг, короче, есть. Владельная доска. Сейфа нету? А, ну сейф тут нафиг не нужен. Потому что же квартира закрывается как сейф. В общем, как-то так. И в общем, все это добро стоит 13,5 тысяч умлей за сутки. Ну, на мой взгляд, немножко, конечно, цена завышенная. И, может быть, это связано с форумом, который сейчас будет проходить 6 числа здесь в Владивостоке. Не знаю, но думаю, что, конечно, цена золотая за этот номер, но максимум, блин, не знаю, 9, 8,5, 9, даже перебор. Ну, 8 примерно. Да, 7 тут. Не, не, что тебе, 7, 8, 8 тысяч, нормально. Ну, 13,5. Не, это просто я решил про там жить и маленько поэкспериментировать. Как бы таких больше необдуманных поступков с покупкой номеров за 13,5 я совершать не буду лишь. Ну, до 2 дня все остановились, поэтому не так страшно. Все, всем пока.